Александр Горбунов. Просто бумага. Рассказы. Вылазка. Предпринять вылазку Борис бесповоротно решил в тот момент, когда по телевизору заговорили о прогнозе на осень. Ведущая, ссылаясь на экспертов из Всемирной организации здравоохранения, уверенно предсказала очередную волну пандемии. К этой волне, по ее словам, правительство уже готовилось заранее, так что оснований для паники не было. Тем временем разработка универсальной вакцины вступила в решающую стадию. Мы следим за событиями. Оставайтесь на нашем канале. Энергично подытожила она. Утренний кофе показался Борису недостаточно сладким, и он потянулся за сахарницей. Новости за завтраком включали не потому, что ждали от них что-то радостного или хотя бы слегка обнадеживающего. Стойкой сторонницей просмотра оставалась одна бабушка, воспитанная в традициях прошлого. Прочие члены семьи не хотели расстраивать ее. «У них везде вездеходы, им хорошо», тихонько сказала Милана. Ей, 19-летней студентке университета, не полагался пропуск с грифом «Проход везде», который выдавали журналистам и операторам телевидения. Такие же носили с собой чиновники высшей категории. Врачей, полицейских, сотрудников спецслужб и военных пускали всюду по служебным удостоверениям. «Ешь, не отвлекайся», – на правах отца посоветовал Борис. «Во сколько твоя лекция?» «В половине девятого». «Успеешь как раз». Милана, кажется, хотела что-то добавить к своей предыдущей реплике, но передумала. Вымахав под метр восемьдесят и пойдя учиться на искусствоведа, она совсем отбилась от рук. Ее будущую профессию Борис считал абсолютно никчемной. Никчемнее, пожалуй, сегодня была бы только специальность менеджера по туризму. Но она за ненадобностью отмерла. В самом деле, о каком туризме могла идти речь при закрытых границах? Конечно, сначала все были уверены, что отмена авиасообщения мировременная. Но год тянулся за годом, накатывала волна за волной, и власти каждый раз объясняли необходимость потерпеть еще. «Вирус будет побежден», – уверяли они. Нынешняя весна исполнилась восемь лет с того момента, как впервые прозвучало слово «карантин». «Я наелся», – нарушил тягостное молчание Мирослав. Он ограничился куском яичницы и булочкой с джемом. В свои пятнадцать лет сын откровенно тяготился коллективными трапезами, предпочитая им уединение в отдельной комнате. Ему, как и Милане, предстоял сеанс видеосвязи, только в отличие от нее со школой. «У вас какой первый урок?» – уже вслед ему поинтересовался Борис. «Физкультура», – буркнул сын. Было непонятно, шутит он или нет. Расписанием уроков Мирослав ни с кем не делился, да и вообще родителей к себе в резиденцию не приглашал. На вопрос, чем намерен заниматься после совершеннолетия, отвечал без затей – ничем. Из интернета он вылезал только при крайней нужде, а карманные деньги тратил в основном на фастфуд, доставленный курьерами. Взгляд жены, которую уловил Борис, был весьма красноречивым. Сцена такого рода давно сделалась привычной. Диалог поколений не складывался и вести речь, хотя бы о символическом воспитании не приходилось. Лишь бы хуже не стало. Как-то раз в отчаянии обронила Влада. Почему вышло так, а не иначе, оставалось лишь гадать. Восемь лет вместе, круглые сутки в трехкомнатной квартире, казалось, должны были сплотить семью, однако произошло прямо противоположное. Милана еще помнила, как ходила в детский сад и начальные классы, а Мирослав даже к школе готовился дистанционно. Борис и Влада были их помощниками и подсказчиками на первых порах. Далее эстафету подхватили другие люди, находившиеся по ту сторону дисплея. С одноклассниками дочь и сын общались без посредства компьютеров строго два раза в год, в первый и последний день учебы, когда всех собирали на некое подобие краткой встречи, разумеется, с соблюдением социальной дистанции. Тот же подход по рекомендации федерального министерства применялся в ВУЗе. Совсем с ума сошли, сразу вынесла собственное суждение бабушка. Впрочем, ее мнение совсем не интересовало министра с его подчиненными. «Борьба за жизнь наших соотечественников – приоритетная задача», – говорил с экрана сам господин президент. Его высокопреосходительство, согласно заявлениям пресс-службы, подавал согражданам пример сознательности. Пребывая в самоизоляции внутри специального бункера, он даже иностранных гостей принимал в режиме онлайн. Борясь за жизнь, Борис и его домочадцы почти не покидали пределы дома. Собственно, даже при желании поиграть в прятки со смертью, возможностей для этого у них было мало. Все восемь лет власти регулярно продлевали комендантский час, запрещая появляться на улице с 11 вечера до 6 утра. В остальное время дозволялось только посещать продовольственный магазин или аптеку, выкидывая мусор в ближайший контейнер и выгуливать собак. «Сегодня в нашем регионе инфицировано 476 человек. Госпитализировано 153, из них скончалось 6». С таких сводок начинались выпуски новостей телевидения и радио. Их распространяли также социальные сети. За критический комментарий полагался штраф. Повторное нарушение законодатели приравняли к разжиганию беспорядков. Оно уже тянуло на уголовную статью. После нескольких показательных посадок, желающие поспорить с государством прикусили языки. «Когда наша очередь закупаться?» – спросил Борис у жены по окончании завтрака. «Через две недели», – хмуро ответила она. «Тебе нужно что-нибудь?» – Влада не выдержала. «Да что мне может быть нужно? Я в прошлый раз блузку купила. А куда ее надевать? Для кого? На кухне со сковородками стоять?» «Не заводись, не надо». Он предупреждающе поднял руку. «Как не заводиться? Сколько можно уже? Мы заключенные, что ли?» «Знаешь, никто не понимает, как этой гадостью заражаются. В пятый подъезд вчера скорая приезжала». «И что, горы трупов?» Я только с балкона видел, как она парковалась. Влада швырнула на стол полотенце для вытирания посуды и отвернулась к стене. Походы за одеждой, обувью и разной бытовой мелочью оставались единственным легальным шансом выбраться дальше, чем за сто метров от дома. Эту активность регламентировала мэрия, составлявшая график для населения. Каждая семья была приписана к определенному торговому центру, который посещала раз в месяц в отведенное ей время. Борис вздохнул. В сущности, жена была права. Самоизоляция радикально упростила их потребности. Театры, кафе, стадионы и другие места массового скопления были закрыты до особого распоряжения. Необходимость в обновках практически отпала. По квартире бродили в футболках и тренировочных штанах в пределах стометровой зоны ограничивались нарядами попроще. Влада красилась и одевалась, по ее выражению как следует, лишь для ежемесячных походов. Их тележка подкатывала к платежному терминалу почти пустой. Несколько пар носков, какой-нибудь шарфик, батарейки для пульта, одна-две лампочки взамен перегоревших. Иных приобретений за текущий год Борис не мог припомнить, как ни старался. Лично он ездил в ТЦ в одной и той же водолазке и джинсах. Но для Влады это было нечто вроде торжественного выхода в свет. Поэтому слух о том, что пускать за покупками будут раз в два месяца, сильно отразился на ее моральном состоянии. «Не верьте всякой ерунде», – убеждал он свою вторую половину. Действительно, что могла знать встречная у лифта соседка, в отличие от них, узница однокомнатной квартиры? Какая разница, что она бормотала сквозь маску? Может, у нее совсем крыша поехала? Увы, эти аргументы слабо влияли на жену. Кроме того, времени на душеспасительные беседы уже не оставалось. В 9.00 обоим надлежало сидеть перед мониторами, ожидая планерок с раздачей заданий. Офисная жизнь для них тоже закончилась с введением карантина, и вся работа перетекла на дом. За опоздание на интернет-перекличку начальство наказывало, урезая премиальные. Супруга, вытерев слезы, отбыла в спальню, а Борис расположился за своим ноутбуком прямо за кухонным столом. Кабинета он не имел. Идею вылазки Борису подал прежний одноклассник Альфред по прозвищу Крокодил. Пропавший с поля зрения еще до пандемии, он внезапно обнаружился во время прошлой поездки в Люди. Друг детства, с которым сидели за одной партой, крутил теперь баранку такси. Прибыв на вызов и мигом узнав своего пассажира, он разболтался не на шутку. Сначала, пока ехали до торгового центра, бегло перебирали общих знакомых. Ежа, помнишь? Свалил перед чумой как раз. К морю подался. Там, говорит, теплее хотя бы. Пипетка развелась, опять замуж выскочила. Вроде удачно. С бывшим-то дрались до крови. А банка повесился. В натуре петлю из провода смастерил и того. В гараже у себя. Когда нашли, холодный был и трезвый ведь. За увлекательным рассказом солировал, как обычно, Альфред. Не заметили, когда брались. Влада вылезла из машины первой покурить на близлежащем пятачке для злоупотребляющих никотином. Борис, прощаясь, чуть задержался, и дружок прихватил его руку своей. «Я вижу, тебе развеяться пора», – сказал он, подмигнув. «Развеяться?» – не понял Борис. «Не тупи. Вот визитка. Пиши мне через мессенджер. Объясню». Альфред подмигнул снова и хлопнул его по плечу. На маленьком прямоугольнике из картона значился, рядом с именем друга, телефонный номер без каких-либо дополнительных объяснений. Борис связался с Альфредом вечером того же дня. Оказалось, что тот добывает хлеб насущный не только извозом. Намеки на существование теневой, неподотчетной властям жизни проскальзывали в сетях и раньше, но подробностями никто из пользователей не делился. И вот, наконец, объявился живой представитель параллельного мира. «Будешь сидеть в заперти, свихнешься запросто», – предупредил друг. «Везли и как-то одного, родные и близкие, до больнички, на казенное содержание. Не советую повторять». Беседовали они через зашифрованный канал, который не в пример соцсетям пользовался репутацией надежного. По словам Альфреда, в городе имелась целая индустрия развлечений. Разумеется, подпольных. «Выбирай время ближе к ночи. Доставлю тебя в лучшем виде», – пообещал он. «Имей в виду расчет налом. Сам понимаешь, налогов там никто не платит». Борис уточнил примерную сумму и приятно удивился. У него водилась заначка, которую можно было использовать для подобных целей. Государство усиленно агитировало переходить на безналичный расчет, но не везде созрели технические условия для него. Так в сельской местности отсталые фермерские слои продолжали обмениваться монетами и купюрами. Были и те, кто принципиально держался за ветхозаветную старину, отвергая тотальную цифровизацию как предтечу антихриста. С фанатиками-сектантами дело не стали доводить до конфликта, ограничившись требованием носить маски. Единственной подлинной проблемой для Бориса являлся уход из дома в неурочный час. «Мотивируй как-нибудь, кто из нас с высшим образованием, я или ты?» – резонно заметил Альфред. Сразу после утренней сцены Борис окончательно решил. Сегодня. Нервная система и у него была на пределе. Плакать, конечно, он не собирался, но не единожды испытывал громадное желание закатить скандал невиданного доселе масштаба. При всем этом бесконечном режиме возникло и окрепло ощущение какого-то ареста, плавно переходящего в пожизненное заключение. Хотя с тещей у него были прохладные отношения, он охотно подписался под ее фразой «Как овец держат в стаде». Борис, как и дети, привык называть ее бабушкой. В 75 лет она сохранила ясный рассудок и твердо стояла на почве здравого смысла. Их ближайшая родственница переселилась к дочери и зятю незадолго до полного локдауна, поняв, что в одиночку не может содержать частный дом за городом. Без нее в квартире было просторнее и, вероятно, спокойнее. Имея дополнительное пространство, члены семьи чуть легче сносили бы тяготы вынужденного сидения в четырех стенах, хотя разве только чуть. Новая вирусная реальность стерзала и измучила каждого, независимо от возраста. Лучше всех было, наверное, Мирославу. Он рос в обнимку с интернетом и буквально сроднился с разнокалиберными гаджетами. Человеческое общество, как подозревал Борис, ему не особенно требовалось. Чем живет и дышит Милана, оставалось для него загадкой. Бойкая и чрезвычайно подвижная, до перехода на удаленку, она болезненно перенесла всеобщий стоп-сигнал. Сильнее всего дочь переживала расставание с танцевальной студией. Какие-то занятия посредством видео продолжались, но не могли заменить ей любимого увлечения. Влада откровенно погружалась в депрессию. Бухгалтерия, которой она занималась профессионально, уже, кажется, не вызывала у нее ничего, кроме отвращения. Следить за собой жена почти перестала и, если бы не периодические вояжи в торговый центр, закисла бы совсем. Что касается другой стороны супружеской жизни, то здесь сорокалетняя Влада едва ли могла похвастаться активностью и в мирную, незатронутую пандемией эпоху. Ныне же пыл ее угас полностью. Получив несколько раз отворот-поворот, муж махнул рукой, а затем и сам ощутил отсутствие интереса. Борис, у вас со звуком все в порядке? Вопрос старшего менеджера Александра оторвал его от воспоминаний и размышлений. Торговый дом отчаянно бился за рост показателей. Слава богу, что запорная арматура и вентили были еще востребованы компаниями-партнерами, которые вели добычу нефти и газа в северных губерниях. Дорожить местом в такой фирме действительно стоило. Видимо, большая нагрузка на роутер и дети учатся. Прошу прощения, зачастил Борис. Будьте внимательнее, повелительно бросил шеф. С Альфредом он списался и созвонился заранее. Договорились на 22.00. Алиби было таким. Коммунальная авария у родителей, живших на противоположном конце города. Первоначально Борис хотел сослаться на недомогание отца, потом сообразил, что жена всполошится и может лечь костьми, но не пустить. В последнее время даже его мимолетные отлучки в супермаркет будили в ней истерические реакции. «Заразу к нам притащишь!» – пеняла она мужу. Правда, от поездок в люди не отказывалась. Как и было условлено, друг перезвонил без 20.10. Разговор для отвода глаз был недолгим. Борис, дав отбой, переместился из холла в спальню, чтобы поставить в известность Владу. Так его облегчению восприняла информацию совершенно нейтрально. «Что там стряслось?» – спросила она без особого интереса, не отрывая глаз от их второго телевизора, где показывали детективный сериал. Трубу прорвало, соседей заливает. «Тогда надо разобраться, конечно». Обрадованный таким ответом, Борис еле сдержал эмоции, чтобы не выдать себя. «Ложись, если задержусь. Я названивать не буду», – сказал он. Влада даже не повернула голову прочь от огромной плазмы. Просто кивнула вместо ответа. Когда он обувал кроссовки, из своей комнаты высунулась Милана. «Ты куда?» – в нескольких словах Борис объяснил, стараясь сохранить озабоченный вид. «Черт приспичило ей», – подумал он. «А у тебя лимит на визиты не истек?» Лимиты тоже устанавливала мэрия для тех взрослых горожан, у которых были близкие родственники-пенсионеры. Тем, кому было за 60, надлежало передвигаться исключительно в радиусе 100 метров. Любые товары, кроме продовольственных, они были обязаны заказывать и получать дистанционно. Проведывать пожилых отца и мать Борис мог раз в полтора месяца. «Позавчера новый срок начался», – соврал он дочери. «Ну давай, привет им передавай», – отозвалась она и, не дожидаясь ответа, притворила за собой дверь комнаты. «Какие все покладистые», – отметил про себя Борис, перевел смартфон в беззвучное состояние и спрятал его в коробку с зимними ботинками, стоящую в дальнем углу шкафа-купе. Шесть лет назад на каждое мобильное устройство в обязательном порядке установили приложение, позволяющее определить местонахождение владельца. Министерство национальной безопасности оценило этот шаг как вынужденный и ничуть не затрагивающий права и свободы соотечественников. Альфред на своем подержанном «Шевроле» ожидал его на выезде со двора, за трансформаторной будкой, в мертвой зоне для камер видеонаблюдения. Выбегая из подъезда и пересекая освещенную полосу под окнами, Борис выдвинул капюшон ветровки до самого носа и низко, насколько это было возможно, опустил голову. Маску он надел еще в лифте. Крокодил рванул с места, как только захлопнулась задняя дверца. Чисто? Чисто, подтвердил Борис. У нас в это время никого. «Шевроле», подскакивая на ухабах, проехал через пешеходный проулок между многоэтажками. Все таксисты знали этот короткий путь. Повернул налево перед котельной и через полминуты резво катил по дороге, ведущей на юго-запад. Попутные и встречные автомобили можно было пересчитать по пальцам. «Далеко отсюда?» «Не, минут десять», – беззаботно ответил Алифред, выруливая на кольцевое шоссе. Спустя мгновение темноту впереди них разорвал ярко-синий проблеск полицейской мигалки. В кругу света от вспыхнувших фар показалась массивная фигура с жезлом в вытянутой руке. Борис инстинктивно вжался в сиденье. «Потребуют документы, пробьют через приложение, за выход без смартфона штраф, спросят, куда еду, запросят перевозчика, а моего вызова там нет. Вот это развеялся». Одноклассник плавно сбавил ход и затормозил прямо возле патрульного. «Свои, офицер», – бодро доложил он, протягивая через открытое окошко свидетельство о регистрации. «Талон на тачку», – буркнул полисмен, небрежно посветив фонариком внутри салона. «Один момент, пожалуйста». Альфред пошелестел бумагами, повторил свой жест. Пауза, которая последовала за ним, для Бориса вместила в себя полжизни. Сердце заколотилось часто-часто, когда полицейский наклонился к водителю и незадачливый пассажир уловил запах его одеколона. «Порядок, дуй дальше». За виадуком Борис, более-менее придя в себя, первым открыл рот. «Слушай, Фредди, я видел, или мне показалось?» «Ты думал, они святым духом питаются, наши скромные герои, жертвующие собой». Эпидемия, брат, не основание для ухода в монастырь. Остаток пути проделали молча. Шевролей мягко съехал с кольцевой перед накренившимся указателем «Джант» со стрелкой. «Его же закрыли вроде», – осторожно произнес Борис. Для кого закрыли, а для кого и открыли. Некогда популярный центр оптовой и розничной торговли черной громадой смутно угадывался на фоне поля. Был слабо освещен только его главный вход. Обширная парковка перед зданием пустовала. Альфред миновал ее, не сбавляя скорости, и лихо свернул за угол. Остановился он с тыльной стороны у ближнего к дороге крыла. Серая железная дверь в сплошной бетонной стене, очевидно, раньше была служебным входом. Спутник Бориса осветил ее своим фонариком и постучал кулаком шесть раз, тремя короткими очередями по два удара. Раздался лязг металла, створка приоткрылась. На светлом фоне вырисовался темный силуэт, очертаниями напомнивший патрульного полисмена. С клиентом лаконично отрекомендовался Альфред. Дюжий охранник с квадратными плечами и стрижкой бобриком, лицо которого до самых глаз прикрывала медицинская маска, шагнул вправо, пропуская гостей. Одет он был в новенький, с иголочкой костюм и белую рубашку с бордовым галстуком, отчего Борис успел прочно и, казалось, навсегда отвыкнуть. Заберев дверь на мощный засов, образцовый секьюрити без лишних слов приказал «Следуйте за мной». Друг за другом, пройдя два десятка шагов узким коридором, они свернули влево, потом вправо и по лестнице с никелированными перилами стали спускаться в подвальный этаж. Весь путь до нее был освещен простыми лампочками без плафонов, через ровные промежутки, свисавшими с высокого потолка. Грубая штукатурка на стенах откровенно контрастировала с парадным облачением охранника. Провожатый, опустившийся первым, поколдовал над цифровым замком еще одной железной двери. Прошу вас. Увиденное внизу без преувеличения потрясло Бориса. Он будто перенесся во времена сухого закона с его шальными миллионами и кутежами до упада. Подвал бывшего торгового центра, ныне склада, вместил в себя натуральное кабаре. За второй железной дверью, покрытой звукоизолирующим материалом, вовсю гремела музыка. С труп на потолке до самого пола свисали мохнатые гирлянды, наподобие рождественских. Перемигивались разноцветные лампы. Просторный зал был по периметру заставлен длинными диванами с кучей подушек. Ближе к центру стояли столы на высоких ножках, рядом с ними барные стулья. Свободное пространство посередине администрация превратила в танцпол. Добрую половину стены по левую руку от входа занимала дубовая стойка, совсем как в легендарных салунах Среднего Запада. Необъятный стеллаж позади нее был заставлен бутылками всех размеров с этикетками на любой вкус. И везде сидели, стояли, лежали, ходили, приплясывали многочисленные люди. Человек 120 или 130, а то и больше, как навскидку определил Борис. Музыкальные номера исполнял настоящий оркестр, расположившийся на возвышении дальше за стойкой. Все это Борис успел различить через стеклянную перегородку полукруглого входного тамбура. Стекло было тонированным с внешней стороны, и отдыхающие не видели пребывающих посетителей, так сказал охранник, который, попросив их задержаться, выдал обоим по карнавальной маске. Борису досталась немного карикатурная морда барана. Альфреду – крысы. Другие разобрали, невозмутимо прокомментировал местный страж порядка. Зачем они вообще? – вырвалось у Бориса. Соблюдаем указ губернатора. Животные личины были на каждом госте. Альфред пояснил, что таким было условие номер один для подпольного заведения. Клиенты имеют право на конфиденциальность. А есть и другие условия. Есть кое-какие, – продолжил друг таксист, увлекая Бориса к стойке. Но ты тяпни сначала. Бармен в маске енота щедро налил виски, набросал в стакан колотого льда. Цена кусалась. За счет нее таинственные владельцы, как видно, частично покрывали издержки от бесплатного входа. Альфред взял минеральной воды. Как выяснилось, для друзей были забронированы места на угловом диване, напротив музыкантов. Им распорядитель выдал одинаковые маски кроликов. Алкоголь подействовал быстро, и дело было не в дозе. Борис отвык от общества численностью свыше пяти человек, живой музыки, огни, шума и суеты. В забытой атмосфере хмельного веселья он в первые минуты дичился, как заезжий провинциал. Но затем по жилам разлилось тепло, движения стали чуть замедленными, а происходящее подернулось еле уловимой дымкой. Кого собралось больше, мужчин или женщин, сразу было трудно понять. Одеяния представителей сильного пола не особенно отличались разнообразием. Одни их носители придерживались модных трендов, другие, подобно Борису, тяготели к джинсам и свитерам. Кое-кто же без церемонии приперся в спортивных костюмах и кедах. Должно быть, все зависело от алиби, объяснявшего их отсутствие дома или от отсутствия необходимости в алиби как таковом. Слабый пол в основном оставался верным себе. Почти все дамы были в платьях или юбках, а многие, кажется, решили оторваться по полной программе. У самых отчаянных длина нарядов опасно приближалась к минимальным значениям. Вообще мало кто явился парами, сделал вывод Борис, понаблюдав за публикой. Тебе нечего тушеваться, развил свою мысль Альфред, когда прокинули по второму стакану. Один виски со льдом, другой опять минералки. Народ застоялся и к разврату готов. К разврату? Прямо здесь? Уточнил Борис. Нет, здесь все очень благородно. Разогрев идет. Для желающих, как положено, босс держит номера. Двойные двери, видишь? Ну, где написано пожарный ход. Вот туда и надо заныривать. Босс это кто? Таких вопросов не задавай. Лучше даже мысленно. Русская мафия. Господин мэр, вице-мэр. Да не все ли равно, подумал Борис. Вторая порция горячительного полностью примирила его с окружающей действительностью. Кое-кто до сих пор молевал на заборах и в подземных переходах антиправительственные лозунги, однако он не относился к числу интересующихся политикой. Выборы, за исключением сельской глубинки, перекочевали в электронную сферу и завершались с предсказуемым результатом. Борис, впрочем, даже не голосовал. Только Влада и бабушка пока не бросили эту пустую забаву. Мысль о Владе слегка кольнула его. Блин, я всего на два года ее старше. Правильно говорит Фред. В монастырь удалиться, что ли? С этими порядками на стены кинешься. Короче, долой сомнения. Ему почудилось, что музыка сделалась громче. Да, музыканты взяли перерыв на отдых, и врубились высочинные колонки рядом с эстрадой. Альфред, взяв у него деньги, сбегал к бармену и притащил половинную порцию. Хватит пока, развезет без подготовки, прокричала муха Борису, заглушая джаз. Минут через пятнадцать начнется. Что начнется? Рулетка. Казино. Сам ты казино. Хотя есть что-то общее? Хохотнул Альфред. Пей, лед растает. В указанное им время музыканты, подкрепившиеся сэндвичами, опять расселись по местам и грянули марш. Публика, знавшая смысл этого сигнала, потянулась к танцполу. Выстраивались по кругу, не заступая за жирную белую черту, проведенную краской по деревянному настилу. Не пивший Альфред с его всегдашней ловкостью затащил Бориса в первый ряд и принялся скороговоркой излагать правила игры. Суть состояла в том, добровольцы обоего пола по пятеро с каждой стороны получали шанс выбрать себе пару на ночь. Билетики с цифрами от единицы до пятерки раздавал в произвольном порядке ведущий, определяя таким образом пять сочетаний. Женские билетики были розового цвета, мужские – синего. Вступительный взнос за обоих участников пары вносил мужчина. «Приступим!» – профессионально выкрикнул разбитной малый во фраке и цилиндре. Одна из его помощниц подхватила Бориса под руку и плотно прижалась к нему. Ее тело под однокрахмаленной рубашкой и юбкой оказалось неожиданно горячим, как батарея парового отопления. Или оригинальность ситуации настолько сказывалась? У Бориса тут же взмокла спина. «Не волнуйтесь, пожалуйста, я проведу вас в апартаменты», – щебетала ассистентка под лисией маской, вцепившись в него так, будто он хотел сбежать. Оркестр заходился в экстазе. Гости аплодировали, притоптывали, свистели, пьяно восклицали что-то одобрительное и подбадривающее. Разноцветные лампочки слились в сплошные полосы, вместо лиц на Бориса отовсюду пялились звериные морды. Альфред помахал ему рукой, точно провожая самолет или пароход. За створками пожарного хода начинался обычный коридор, как в отеле, с пронумерованными дверями по обе стороны и в торце. Свет тоже был приглушенным, красноватым. Ассистентка повернула ключ, торчавший в замке номера с цифрой 4 и, наконец, отпустив Бориса, предупредительно шагнула назад. «Меня можно вызвать через домофон», – несколько двусмысленно пропела она. «Приятного отдыха!» Первым делом Борис стащил с головы идиотскую маску. В интерьере номера доминировала неправдоподобно широкая двуспальная кровать. Верхний свет нигде не горел. Был включен один ночник возле спального ложа. Девушка, вытянувшая четверку, лежала на животе, зарывшись лицом в подушку. Он оценил ее стройную обнаженную фигуру на пять, без всяких минусов, и понял, как ему повезло. Шум залоп здесь был не слышен. Борис приблизился, поравнялся с кроватью. После рулетки хмель почти выветрился из головы. Сегодняшнее приключение почему-то уже не представлялось настолько увлекательным, как час-полтора назад, хотя давать задний ход, конечно, было нелепо. Он протянул девушке руку и внезапно ощутил дрожь в пальцах. Кожа была нежной-нежной, буквально детской на ощупь. Привет, тихо сказал Борис. Девушка, на которую пал жребий, повернулась на спину. Перед ним была Милана. Небо далеко на востоке начало сереть. Борис неподвижно сидел на лавочке возле дома, где раньше жила бабушка. Милана ждала его в машине. Альфред стоял рядом с Шевроле и молча курил. Он был спокоен. Поездка за город, как и долгое ожидание, оплачивались по тарифу такси. Нового собственника Борис не помнил, да и не видел ни разу. Тогда все хлопоты по продаже взяла на себя жена. Ему было некогда и заврало в офисе. За годы, прошедшие с тех пор, тут появилась современная ограда, а еще вырос симпатичный гараж из силикатного кирпича. Дом же совершенно не изменился. Все это можно было разглядеть при свете фонарей на столбах. Зачем они приехали сюда, Борис и сам толком не знал. Разговор с дочерью в номере не больно складывался. На вопрос, зачем, она выдала нечто невнятное о жажде острых ощущений. И вообще, дескать, взрослый человек может себе позволить все, что считает нужным. В подтексте явно читалось. Ты сам-то чего искал? Донести до ребенка... Хотя в самом деле уже не ребенка, все свои терзания с переживаниями он не сумел. Вернее, даже не попытался. Понимал, бесполезно. Одичали мы с этой пандемией... Горько подумал Борис и сразу же поправил себя. А до нее идеальными были, внимательными, любящими. Ты скоро? Подал голос Альфред. Борис махнул ему рукой. Сейчас мы лобожди чуть-чуть. Конечно, пора было возвращаться. К утру движение на дорогах усилится, будет больше патрулей. Снова в четыре стены, на семнадцатый этаж, к мониторам и телевизорам. Милана подошла к нему так неслышно, что он вздрогнул, ощутив ее руку на своем плече. Я здесь вишню обожала собирать и ел немытою, сказала она. Прикинь, без дезинфекции. Да сколько можно? Захотелось заорать ему, но вслух он спокойно произнес. Поедем, правда. А то проблемы будут. Поговорим потом, обещаю. Милана кивнула. Конечно. Маме ничего не расскажем. То ли вопросительно, то ли утвердительно, добавил Борис. Дочь усмехнулась совсем по-взрослому. Как мальчишки в саду говорили, зуб даю. Субтитры создавал DimaTorzok